Я еще раз приветствую, друзья, вас именем Господа нашего Ишуа Мессии. Это период, о котором мы сейчас говорим, период света. Хотя посреди ночи нам очень необходим светильник, мы часто спотыкаемся о вещах, которые мы помним, что не на дороге есть, но мы забываем о них. История, которую я хочу сегодня с вами поделиться, это всем известная история. Связана тоже со светом, со светильниками. Интересно, что в этой истории говорится о личном светильнике. Мало того, что мы говорили о том, что есть у нас ханукия или адвент, что свечи напоминают нам о празднике. В этой истории говорится о празднике, который имел место, как встреча жениха. Мы спочитаем Матитьяху, Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». А потом мы знаем историю. Жених задержался, уснули все, но когда раздался звук или голос жениха, что он идет, попытались поправить свои светильники. У неразумных, то есть тот, кто не припас масла, его не осталось, они потухли. Те, кто были более разумны, они взяли еще с собой масло, и они могли поправить свои светильники, встречаясь с жениха. Вы знаете, у меня дома я нашел светильник, старый светильник, который, может быть, лет 50-60 назад использовался в сельских домах. Газофикации или электрификации было мало, все равно пользовались вот такими старыми светильниками, которые заполняли не маслом, а керосином, керосиновая лампа. Напоминала мне о том, о чем я читал сейчас. Взяли светильники. Каждый взял светильник, чтобы светить себе путь, ожидая жениха. Во-первых, это момент того, что жених должен прийти на свет, который ему указывают люди. Мы как светильники должны гореть. Но чаще всего в заботах этого мира мы не запасаемся маслом. то, от чего горит человек. Это, наверное, жизненный путь Писания, исполнение Духом Святым. Это наши дела, которые мы делаем во имя Господа, прославляя во Святое Имя. И Яков говорит, покажи мне веру твою без дел. Я же покажу свою веру делами моей веры. Забота о близких, родных, доброта, чистота, праведность. Хотя наша праведность как запачканная одежда, но в Ешуа Мессии мы можем осветиться, прийти, поправить свой светильник. Это делается верой. Смотрите, эта лампа, она пуста. Похоже на ту лампу, которая была, наверное, у одной из неразумных девиц. Когда светильник погаснет, исчерпает свое масло, свой источник, многие люди пытаются сделать из этого светильника, который горел огнем Духа Святого, страстью Божией, евангелизацией, домашними группами. Что-то погасает у людей продолжать светить, как это было раньше. И они начинают с этой лампы обращаться, как с лампой Алладина. Они думают, что если потереть немножко чем-то, то она зажжется, изменится, чудо произойдет. Друзья, лампа Алладина – это сказка. То есть, в арабском образе – это лампа бесов. То есть, Алладин – это один дух. Или же даже этот джин. Но лампа Алладина для многих христиан – как будто заколдованная часть жизни. Потереть немножко, и мы опять как будто горим. Но это обман. Для того, чтобы гореть, нужно наполнить свой сосуд маслом, той горючей смесью, которая будет гореть, а не тереть. Мы можем натирать тысячи сосудов до блеска, но они не будут гореть. Они не будут издавать, может, благоухание или благовоние, которое идет от самого фитиля. Я хочу сказать вам, что нам нужна жизнь в духе. На любом уровне нашей жизни. То ли это работа, то ли это, может, учеба, может быть, это семья, может, возрастание в семье, может быть, это бизнес или же община. Нам нужно всегда иметь с собой дополнительное масло. И это Священное Писание. Вот эта книга не должна быть просто настольная книга христианина или верующего человека. Она должна быть прочитана, изучаемая. И об этом пишет 1 Псалом. Что человек, который благословен, он как дерево посажено потоковод. То есть его желание в Торе постоянно. И я хочу сказать, что это путеводитель для нас. Не только вот такая лампа, как говорится, «Ты свет пути моего», но Слово Твое является светильником моей жизни. Поэтому я рекомендую вам очень сильно изучать Писание. Если у вас нет времени по утрам читать Библию, сделайте себе одолжение. Сегодня в мире технологий можно приобрести всевозможные носители, на которых можно выслушивать Евангелие, Писание, включать его на работе, в машине, в наушниках. Как бы это ни было, нам необходимо найти источник, который подпитывал бы наше духовное состояние, чтобы мы горели, не потухали. Не делайте из себя лампу Аладдина. Друзья, не получается все так, как, знаете, вот замыслил, заказал и получил. Любое стремление пред Богом и желание пред Богом мы открываем, чтобы совершилось то ли исцеление, то ли это прорыв в финансовом обеспечении, то ли работа, то, может быть, отношения. Всегда нужно приложить усилия, не потереть, а наполнить его тем составляющим, которое будет гореть. Не на секунду, не на минуту гореть постоянно. И если приходит время уныния, кого-то хочется поспать, такое затишье в жизни, как в состоянии какой-то такой пустыни, друзья, напоминаю, будьте разумными, не будьте глупыми. Запасайте всегда маслом, чтобы ваш светильник мог гореть постоянно. Лампа Аладдина или же светильник Господень? Ханука, да, мы говорим, тот светильник, который горел восемь дней, не переставая. Это было чудо. Для вас сегодня нужно чудо, чтобы ваша жизнь обновилась, чтобы вы не получились той девой, которая без желания взять с собой масло, понадеялась, что все будет хорошо. Не всегда так будет. И не будет так всегда. Будьте бдительны, потому что времена лукавы, а не обманчивы. Опирайтесь на человеческие мудрости. Опирайтесь на Бога. А в Нем можно найти все обетования. Да и аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok